Какие ножи не являются холодным оружием, как они называются и где используются? Самой распространенной характеристикой является то, что нож может не иметь острия. Оно заменяется на нечто подобное отвертке или на зубило. Примером тому служит нож PIRAT HK5696, острие которого специально сделано в виде отвертки. Оно затуплено и имеет ширину более 3 мм. Аналогичная ситуация прослеживается и у клинка ножа под названием CATRAN-1. Его плоскость также превышает нужный параметр 3 мм, а лезвие затуплено. Данные предметы могли бы входить в категорию ножи для выживания, однако всего лишь по одному признаку они превращаются в обыкновенные хозяйственно-бытовые изделия. Известное оружие, которое таковым на самом деле не является. Итак, какие ножи не являются холодным оружием по другим признакам? Самый яркий представитель этой категории – клинок в стиле Танто. Его острие расположено выше, чем линия обуха, и эта величина превышает отметку 5 мм, что сразу исключает его из категории холодного оружия. Та же самая ситуация прослеживается и в параметрах ножа VITIS-CAYMAN. Длина его клинка составляет 210 мм, при этом острие располагается выше линии обуха больше, чем на 5 мм. Еще одна характеристика, которая исключает нож из рядов холодного оружия – это наличие крюка для вспарывания, если он располагается на обухе не далее, чем одна треть от острия. Ярким представителем этой категории является изделие под названием «Сапсан» от фирмы «Нокс». Также стоит отметить, что вы можете видеть все признаки холодного оружия у ножа, но если его обух и острие сходятся под углом 70 и более градусов, то он также выпадает из этой категории. Признаки холодного оружия Параметры и характеристики ножей Пять признаков холодного оружия, которые установлены законами РФ. По сути, они такие же во всех странах СНГ, а также многих заграничных державах, но везде есть свои исключения. Данные характеристики строго разделяют ножи на бытовые и оружейные. Из них именно вторые вы просто так в магазине не купите, если не имеете на то определенного разрешения. Также отметим, что есть два нормативных документа, которые регламентируют признаки холодного оружия в России. Это ГОСТ Р51548200, ножи для выживания, и ГОСТ Р5150099, ножи и кинжалы охотничьи. Что ж, двигаемся дальше. Длина. Если нож или любое другое режущее изделие включено в категорию холодного оружия, то длина его клинка должна составлять четко 90 миллиметров, не менее. Данная величина измеряется, начиная от основания рукояти и заканчивая крайней точкой острия ножа. Неважно, не хватает оружию одного сантиметра до этой отметки или всего лишь одного миллиметра, в обоих случаях оно не будет считаться холодным оружием. Измерить длину клинка можно простой линейкой или сантиметром. Данный критерий является самым главным в ходе оценки колющих и режущих предметов. Толщина. Если мы говорим про признаки холодного оружия у ножа в России, то упустить такой параметр, как толщина его клинка, нельзя. Измеряется он по высоте обуха, то есть стороны, противоположной острию. Для того, чтобы можно было считать нож холодным оружием, толщина обуха должна составлять не менее 2,6 миллиметра, но при этом не более 6 миллиметров. Данная величина измеряется по самой толстой части клинка, даже если он сам неравномерный. Отметим также, что в нашей стране существует некая величина 2,4 миллиметра, на которую опираются многие производители ножей. Она у всех на слуху, потому что существует закон, который позволяет носить с собой ножи, толщина клинков которых не превышает эту отметку. Они не считаются у нас в государстве холодным оружием, поэтому купить и иметь при себе их можно, не нарушая закона. Твердость. Как уже говорилось выше, если клинок ножа не обладает определенной твердостью или выполнен из мягкого материала, который не может обеспечить нужного режущего эффекта, он считается предметом бытовым. Признаки холодного оружия – это главным образом стальной клинок, плотность которого также имеет значение. В нашей стране этот показатель должен быть не менее 42 единиц по роквеллу. Степень твердости стали может быть указана на самом клинке, а если таковой отметки нет, то имеется специальный прибор для определения этой величины. Травма безопасная рукоять. Под данным признаком понимается наличие ограничителя или же его аналога – подпальцевой выемки, которая словно отделяет рукоятку ножа от его режущей части. По данным критериям, признаки холодного оружия заключаются в наличии одного ограничителя, высота выступа которого составляет 5 мм. Если их два, то их суммарная высота должна равняться данному показателю, то бишь каждый по 2,5 мм. Что касается подпальцевой выемки, то если она одна, ее глубина также должна равняться 5 мм. Когда их 2, 3 и более, глубина каждой должна быть ровно 4 мм. И не забываем, что главная функция ограничителя или выемки – это защита руки хозяина оружия от лезвия, из которого оно состоит. Заточенность. Чтобы определить данный критерий, можно ориентироваться по ГОСТам. Также на вооружение можно взять общечеловеческие понятия. Определяют признаки холодного оружия в России незатейливо. Считается, что хорошо заточенный нож запросто срезает ветку березы, толщина которой колеблется в пределах 10-12 мм. При этом срез остается гладким и ровным, без заноз и неровностей. Ну а если отталкиваться от общечеловеческих понятий, то хорошо заточенный нож определяется по выбеденной и тонкой кромке, которая при малейшем соприкосновении с поражаемым телом или предметом может повредить его поверхность. Продолжение следует...